Сочи появилась еще одна звездная аллея. Звезда конкурсантов новой волны украшает улицу Новогинскую, а барельеф – морпорт. Ночные рейды и ночная эвакуация. Службы по контролю за дорожным движением переходят на круглосуточный режим работы. Не заметил, поспешил и вот результат. В Дагомысе столкнулись несколько машин. Эхо северных оленей докатилось до Сочи. В цирке завтра представят новую программу. Итальянские инвесторы знакомятся с потенциалом Краснодарского края в регион из Европы. Прибыла бизнес-миссия. С участниками делегации встретился Вениамин Кондратьев. В начале разговора глава региона обратил внимание, что по своему климату и структуре экономики Кубань во многом схожа с Италией. Это, по мнению губернатора, может стать дополнительным преимуществом в расширении сотрудничества. Так, на встрече обсудили создание производственных линий. Край сегодня заинтересован торговать не только сырьем, но и готовыми продуктами, отметил Вениамин Кондратьев. Еще одно направление для совместного сотрудничества – развитие круглогодичного курорта. Основная задача – это сделать курорты круглогодичные, всесезонные. Для этого, конечно, мы должны найти способы привлечения отдыхающих осенью, зимой, весной. И один из таких способов – это минеральная вода, которая существует в наших курортах, как Геленджик, Анапа. Серьезный сегмент этого рынка упускается. Конечно, нужен тот инвестор, который понимает больное лечение, больное направление для того, чтобы сделать его современным. На самом деле, дать возможность нашим курортам жить в межсезонье. В Краснодарском крае создано уже 13 совместных компаний. Итальянские продукты и вина сегодня не нуждаются в рекламе, отметил Вениамин Кондратьев. А иностранные бизнесмены, в свою очередь, рассказали, что заинтересованы в работе на территории края. Главы итальянских предприятий приехали сюда, потому что мы верим в потенциал региона и его дальнейшее развитие. Несмотря на некоторые недоразумения политического характера, которые были на протяжении двух последних лет, экономический интерес итальянских предприятий не ослабел. Я должен заметить, что все новые и новые предприятия проявляют интерес к взаимному сотрудничеству, и наши связи остаются сильными. Предлагаем вам сохранить партнерские отношения только уже на нашей территории, на нашей земле. И мы готовы максимально предоставить льготы налоговые и иные, льготы, связанные с комфортным пребыванием любого инвестора и максимальным облегчением ему возврата прибыли, которую, конечно, он должен начать получать. Если мы не можем прийти к вам, вы прийдете сюда. Не потеряйте того потребителя, который вы уже сформировали. Есть классическое итальянское вино, которое уже полюбили россияне, и я считаю, что оно должно присутствовать на российском рынке. Но есть все условия, чтобы его производить здесь на сходные по климатическим условиям территории. Такие итальянские ткани, производство итальянских костюмов, потому что мы уже устали их шить за вас. Просто говорю о том, чтобы вы не потеряли российский рынок. Дело в том, что уйти с него очень легко, вернуться очень трудно. В составе делегации руководители 13 итальянских компаний. В течение двух дней предприниматели посетят несколько предприятий края, а также примут участие в тематических конференциях. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Памятных мест в Сочи стало больше. Сегодня в заключительный день международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» состоялась закладка «Аллеи звезд» фестиваля и барельефа конкурса. Как это было, наблюдала Ольга Десятого. На улице Новогенской звучит уже знакомая мелодия – гимн «Новой волны». Участники конкурса молодых исполнителей сегодня стали свидетелями знаменательного для музыкального фестиваля, да и в общем для Сочи события – закладки «Аллеи звезд» «Новой волны». Красная лента разрезана, а конкурсанты спешат увидеть новый символ «Новой сочинской волны» и обязательно сфотографировать. На звезде имена всех 16 молодых исполнителей участников конкурса из 11 стран. Каждый из них теперь точно вошел в историю. Это большая радость не только для нас, для всех конкурсантов, для всей «Новой волны», и, конечно, для телезрителей. Спасибо, Сочи, за теплый прием. Еще одно важное событие финального дня «Новой волны» – открытие памятной доски – барельефа конкурса. Памятное место появилось недалеко от Морпорта. Продюсер фестиваля Игорь Крутой разбивает бокал с шампанским. Такая традиция – на счастье. Конкурсанты с интересом рассматривают барельеф, ведь это общее творение. Например, букву «Я» вылепил член жюри Филипп Киркоров, а герб курорта появился стараниями мэра Сочи. Это теперь останется в истории. На следующие годы и последующие годы этих звезд будет много. И потом и гости города, и сами участники через многие годы приедут и посмотрят свою звезду, с чего начиналась карьера маэстро, карьера великих звезд. Сегодня, продолжая эти традиции, мы заложили барельеф. «Аллея звезд и барельеф» – это старые традиции новой волны, которые город Сочи, как теперь уже постоянная площадка конкурса, обязательно будет поддерживать и укреплять. А самое главное, что при переходе из Юрмала в Сочи я боялся утерять ту атмосферу, которая была в этом зале «Дзинтер». Мне казалось, что ее невозможно перенести, что это будет другой проект. Ничего подобного. Новая волна с собой взобрала эту атмосферу. И то, что происходило в зале «Нью Вейв Холл», это была именно та атмосфера, о которой мы мечтали. Так что нам переживать не о чем. Сочи – наш дом, и мы собираемся каждый год здесь проводить наш фестиваль-конкурс. «Новая волна» оставила свой не только творческий, но и вполне осязаемый след в Сочи в виде барельефа и звездной аллеи. Ну а город получил еще парочку памятных мест, которые, как видно, уже привлекают туристов. Тайфун – так называется видеосистема, которая в Сочи фиксирует нарушение правил остановки транспортных средств. На сегодняшний день по городу курсируют три автомобиля с данным программно-аппаратным комплексом на борту. Машины, водители которых игнорируют всем известный знак «Остановка запрещена», попадают в поле зрения Краевого центра видеофиксации. Оттуда же нарушители получают не менее известные письма счастья. Штраф – полторы тысячи рублей. Результаты довольно внушительные. За 2015 год было выписано порядка 3100 постановлений. Умножим на 1500 рублей и получим соответствующую сумму. А за 8 месяцев 2016 года на основании наших данных выписано уже порядка 4000 постановлений. Соответственно, на сумму порядка 6 миллионов рублей. Результаты деятельности системы «Тайфун» сегодня озвучили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Работу такой автоматической системы первый заместитель главы города признал малоэффективной. Мугдин Чермит, взявший под свой контроль транспортную отрасль, подчеркивает, в городе необходимо вводить новые методы борьбы с беспределом на проезжей части. У нас большая загруженность транспорта происходит на остановочных комплексах, которые нельзя загружать вообще никому, кроме общественного транспорта. У нас большая загруженность транспорта происходит там, где проходят огромное количество наших мероприятий городских. От того, что вы сейчас опять их просто перечислите, мы послушаем и разойдемся, мы проблемы не решим. Что говорили мне заниматься? Давайте опять мы перейдем к делу. Стоят в каждом кармане, на каждой остановке стоят таксисты. Предлагайте конкретные меры, пожалуйста. Вот первая проблема. Отдельно каждый специалист не может подойти к транспортным средствам, но эффективность работы, она будет нулевой. Я прошу, чтобы у нас сотрудники ДПС реагировали на работу комиссии, которая может работать каждый день. Работать каждый день и даже ночью. Такую задачу ставят перед специалистами первой замглавы. Уже в понедельник должен быть готов график дежурств мобильных групп. К патрулированию города присоединятся и волонтеры с общественниками. Решила комиссия организовать на курорте и ночную эвакуацию. Этот вопрос сегодня обсудили с представителями эвакуационных служб. Их в городе четыре. Организовываем ночную смену. Члены совета, к вам вопрос. Согласны вы? Только да. Понятно. Есть возражения по ночной эвакуации? Возражений нет. Значит, тогда просьба такая. По согласованию, Александр Зрач, вам поручение. По согласованию с ДПС, с ГАИ города, графика работы ночной эвакуации. Из-за транспортного бума переполнены сегодня машинами так называемые островки безопасности, которые все чаще играют роль автопарковки. Предложение комиссии ликвидировать такие места на проезжей части. Департамент дизайна уже подготовил и эскизный проект по их благоустройству. Мугдин-Чермит этот вопрос предлагает обсудить непосредственно с жителями города, к примеру, в интернете. Еще одна больная для курорта тема – нелегальные перевозчики. В Сочи объявлен бой и беспредел у таксистов, а также водителей автобусов, как рейсовых, так и экскурсионных. Здесь мера одна – конфискация автомобилей. Так, с начала года составлено 177 административных материалов, 89 – с изъятием машин. Недостаточно оштрафовать, а необходимо срочно принять меры, чтобы этого автомобиля незаконного не было в городе. Чтобы этот автомобиль незаконно не стоял на обочине дороги, на островках безопасности. Чтобы меры принимались немедленно. Вот тогда будет толк. Принято решение работать совместно, сообща, не переваливать друг на друга проблемы, а вместе их решать. В том числе и с народным контролем. Все предложения, прозвучавшие на сегодняшнем совещании, Мугдин-Чермит поручил проработать до 1 октября. Если возникнет необходимость, отметил замглавы, город обратится в законодательные органы края и страны. Одно из возможных предложений – передать систему лицензирования транспорта униципалитету. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Накануне вечером в Дагомысе столкнулись несколько автомобилей. ДТП произошло на перекрестке Батумского шоссе и улицы Гайдара. Водитель ВАЗ-2107 остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречный транспорт и совершить поворот. В этот момент в него сзади на скорости врезалась четверка, водитель которой не заметил остановившийся с включенным поворотником автомобиль. В результате пострадала еще одна машина, на этот раз – ВАЗовская «девятка», на которую отбросила ударенный автомобиль. Свидетелем аварии стал наряд полиции. Обстоятельства аварии выясняются. Сегодня на избирательные бюллетени поставили степень защиты. В Сочи бланки доставили сегодня ночью, ну а с раннего утра территориальные участковые комиссии приступили к их подготовке. Помимо обязательных подписей и печати, специалистам предстоит проделать и незапланированную работу. До дня выборов депутатов Госдумы Российской Федерации осталось 8 дней. В Сочи доставили 330 тысяч избирательных бюллетеней. Именно столько сочинцев имеют право голоса. Сейчас основная задача членов участковых комиссий – безопасить бланки от разного рода подделок с помощью вот таких госзнаков. Вот такая вот марочка клеится, подписывается двумя членами комиссии с правом решающего голоса, заверяется печать участковой комиссии. И этот бюллетень уже становится бланком строгой отчетности. Они на бумаге такой наклеены, напечатаны, что их невозможно фальсифицировать. Добавляем мы ко всему этому вот этот госзнак, который практически невозможно его ни отодрать, ни переклеить и ничего сделать. То есть вот эта защита такая, что пускай все спокойно будут за свои голоса. Но чтобы избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы были подлинными, необходимо провести еще одну формальность. Все дело в кандидате Александре Кузнецове, который два дня назад выбыл из предвыборной гонки. А для этого необходимо все сведения об этом кандидате вычеркнуть из избирательных бюллетеней. Вот именно избирательные бюллетени, содержащие вот это вычеркивание, и будут признаваться действительными. Это достаточно продолжительная работа, требует безусловной внимательности. Но я уверена, что до дня голосования мы с этой работой справимся, и в день голосования избиратели смогут проголосовать. Члены территориальных и участковых комиссий напоминают, галочку можно ставить лишь напротив одной фамилии или политической партии. Бюллетени без галочек или с двумя и более знаками будут признаны недействительными. Ну а адлерцам не стоит забывать, что в отличие от избирателей Центрального, Хостинского и Лазаревского районов, им 18 сентября выдадут не два, а три бюллетеня для дополнительных выборов депутата ЗСК. 220 избирательных участков города Сочи для приема граждан работают ежедневно. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В многофункциональном мультимедийном просветительском центре санатория «Знания» сегодня состоялся круглый стол. Тема необычная и весьма интересная для Сочи. Музеи, выставки и галереи – в чем секрет эффективного взаимодействия со сферой курорта. К разговору с ательерами руководство санатория «Знания» пригласило культурную общественность города. Это в большинстве своем музейные работники. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы не только горожане, но и гости курорта приходили в залы музеев. Подавляющее большинство гостей курорта, приезжая к нам на отдых, выбираются куда-то на экскурсию, выбираются в тот или другой ресторанчик. Но при этом достаточно мало посещают замечательные музеи города Сочи, мало посещают выставки. И вот решению этой проблемы, поиску точек взаимодействия, конструктивного сотрудничества и будет посвящена сегодняшняя дискуссия. В таком формате встреча проводится впервые. Чтобы решить проблему, лучше объединяться и договариваться, считают организаторы. В качестве основного докладчика, который исследовал зрительскую аудиторию музеев, была приглашена руководитель ряда проектов в сфере культуры и искусства Ксения Богданович. Все эти процессы, интернет, глобализация, все то, что принято называть прогрессом. Но люди, тем не менее, продолжают ходить в музеи. Так вот, очень интересно, зачем они туда идут. Скорее всего, это какой-то новый опыт, новые переживания. Кто-то идет в музей в поисках собственной идентичности. Это ответы на вопросы, которые они могут найти только здесь. Современные музеи не должны ограничиваться только отбором и сохранностью экспонатов. Время требует, чтобы те, кто пришел к музейным работникам, ушли с выставок и обогащенными новыми знаниями, и вдохновленными больше, чем, например, от увиденного в интернете. Поиск новых форматов в работе музеев, привлечение курортной аудитории и разнообразие отдыха российских курортников – все эти темы были сегодня широко рассмотрены в ходе круглого стола в просветительском центре «Санатория знания». Галина Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Эхо северных оленей. Под таким названием в Сочинском цирке начинается новая программа народного артиста России Юрия Мерденова. На репетиции сегодня побывала наша съемочная группа. Создатель конного аттракциона «Кубанские казаки» Юрий Мерденов появился в Сочи спустя 40 лет. Все эти годы он показывал цирковое мастерство артистов и конкретно джигитовку, популярную среди народов Кавказа и казаков в заграничных турах. Это Франция, Бельгия, Голландия, Италия, Америка, Южная вся Америка, Колумбия и так далее, понимаете? Вот. Поэтому нас не отпускали просто. Скачки на лошадях настолько стремительны, что захватывают духу зрителя. Гимнастические и акробатические трюки выполняются артистами Росгосцирка на высоком профессиональном уровне. Будешь знать технику, будет легко работать. Поэтому нам особого труда не заставляет. Ну, конечно, азарт и скорость берут свое. Все артисты работают по специально разработанной технике руководителей экстрим-шоу Мерденова, за плечами которого 65 лет творческой деятельности. Есть редкая возможность посмотреть на их высокую работу и, в общем-то, насладиться другими номерами, в числе которых, кстати, экзотические для южных регионов России северные олени, лайки, дикие кабаны. Вид кабанов, конечно, впечатляет, а вот что они исполняют на арене цирка, увидим завтра. Удивятые благородные олени Моралы. Животное мощное, прекрасное и сильное подпускает к себе только дрессировщицу. Взяла животных и хотела что-то такое, знаете, чего не было в цирке. Ну, вот решила взять оленя. Ну, поскольку они не приручаются, конечно, с дрессировкой было сложно. Ну, терпение, труд, все перетрут. Премьера циркового шоу состоится 10 сентября. В субботу гастроли продлятся до середины октября. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Звезды эстрады, приехавшие на фестиваль «Новая волна», выступили в Сочи с концертом, вход на который был открытым для всех желающих. С такой просьбой еще в прошлом году к учредителям конкурса обратился глава города Сочи Анатолий Пахомов. Его идею поддержали. Это выступление стало своего рода подарком от организаторов, новой волны городских властей, жителям и гостям Сочи. Многие из них хотели бы услышать любимых артистов, но попасть на концерты фестиваля получается далеко не у всех. По словам заместителя мэра Ирины Романец, бесплатный концерт «Новой волны» планируют сделать постоянным. Так что и в следующем году у сочинцев будет возможность увидеть и услышать многих звезд российской эстрады, даже если не получится приобрести билеты в Нью-Вейв-Холл. Великолепно прошел этот проект. Он очень понравился сочинцам, понравился нашим гостям. И совершенно замечательно, что в этом году дискотека «Муз-ТВ» опять здесь на площади. И мы видим, сколько людей, сколько желающих. Это будет особым таким мероприятием, которое очень тоже понравится людям. Концерт прошел на сцене Южного Амола «Морского порта». На ней выступили группы дискотека «Авария», а студио – шоу-балет «Тодес», Наталья Подольская и другие популярные исполнители. Футбольный клуб «Сочи» определился с кандидатурой нового наставника. Главным тренером команды назначен Хазрет Дышеков. Новому наставнику клуба 51 год. Он прекрасно знаком со спецификой зоны Юг и успел зарекомендовать себя, как человек, способный решать самые серьезные задачи, отмечают в футбольном клубе «Сочи». Под его руководством повышения в классе добились новороссийский «Черноморец» и астраханский «Волгарь». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.